Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу! Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня вам показать, как в домашних условиях можно приготовить яблочные чипсы или фрипсы. Что нам для этого нужно? Для этого нужны нам яблоки. Я их уже предварительно помыл. Яблоки желательно брать из сортов кисло-сладких. Я, в частности, использую сорт семеренко или семеринка, как его еще называют. Потом прибор для чистки сердцевины яблоки и непосредственно сама овощенарезка. Что делаем? Приступаем к удалению сердцевины яблок. Итак, готово! Я почистил от сердцевины. Еще раз перепроверяем, чтобы внутри не осталось никаких косточек. Вот. Кстати, вот эту вот сердцевинку можно прекрасно использовать на варку компотов яблочных. Очень хорошо себе получается. Вот. Теперь это убираем в стороночку. Берем наш прибор для нарезки. Здесь я выставил толщину 5 мм. Яблок, кстати, использую 3 кг. Почему 3 кг? Потому что 3 кг влазит в мой дегидратор. И все. Начинаем нарезать слайсами. Вот так вот они выглядят в нарезанном виде. Я беру их вот так вот складываю. В целом виде для чего? Потому что нам нужно потом будет их нарезать пополам. И продолжаем дальше нарезать. Кстати, почему я не использую насадку специальную для того, чтобы не порезаться случайно вот об эти лезвия? Они очень, поверьте мне, острые. По одной элементарной причине у меня есть вот такая вот кевлавровая рукавичка. Гарантированно уже проверено. Она спасает от такого рода острых предметов. Ее, кстати, можно использовать и при чистке рыбы. Ну, специальной очисткой. Вот. Если у кого такой перчатки нету, ну, конечно, нужно пользоваться насадкой. Дабы не порезаться. Итак, я почистил все яблоки, уже порезал. Вот эти вот шкурки, кстати, можно не выкидывать, в отличие от апельсиновых чипсов. Чипсов их можно есть. Они точно такие же получаются, но только в кожуре яблочной содержатся очень много полезных витаминчиков. Поэтому мы их тоже будем использовать и потом будем их есть. Все. Теперь начинаем раскладывать на решетки дегидратора. Раскладываем довольно оперативно, потому что яблоки могут потемнеть. Погнали! И так, приступаем к последней части. Это сушка. Я уже загрузил все в дегидратор. У меня влезло 10 лотков, 10 сеточек и один поддончик. Итого получалось 11. Всего влезло 2 килограмма 900 грамм. Значит, что дальше делаем? Выставляем температуру 55 градусов. Ставим время 8 часов и нажимаем на пуск. Все. Поехало сушиться. Еще поставлю функцию поддержания подогрева. Это на тот момент, если по какой-то причине у меня не получится после окончания основного цикла сушки забрать, дегидратор скинет температуру сразу на 35 градусов и будет еще в течение суток поддерживать эту температуру, чтобы продукт по-новому влагой не набирался. Все. Встретимся уже после сушки. Покажу результаты того. Итак, друзья, прошло время после загрузки наших чипсов в сушилку. Значит, как вы помните, изначально я поставил 8 часов, попробовал после 8 часов. Необходимо было еще добавить, потому что яблоки оказались сочные. Я добавил еще 3 часа. В итоге получилось все время сушки. Суммарно заняло 11 часов. Один поддончик я специально оставил, чтобы вы посмотрели, какая произошла степень у сушки. Можно посмотреть в начале ролика. То есть, вот эта сетка была полностью занята кусочками. Вот. И взвесил я непосредственно, что у нас получилось. Значит, из 2 килограмм 900 грамм, полностью целых яблок, получилось у нас 400 грамм сушки. То есть, 400 грамм, это при учете, что еще была удалена сердцевина. Ну, то есть, выход сушек полностью из яблок, выход продукта составил 14%. Вот, смотрите, как оно выглядит. Тоненькие. Ломаются. Тонкая, однако, работа. Настоящие чипсы. На вкус они тоже очень прикольные, кисло-сладкие. Поэтому, у кого есть возможность такое приготовить для себя, для детей, для перекусов, крайне рекомендую, потому что срок хранения у них 12 месяцев, как у большинства чипсов. Переносить можно в любых кулечках. Хранить обязательно нужно в герметичных упаковках. В зип-пакетах можно. Или есть вакууматоры, или есть возможность запаять какие-то пакеты. Но главное, чтобы было герметично, потому что процесс высушивания очень здесь серьезный. То есть, вывод воды очень серьезный. И если оставлять ее в открытом помещении, то они будут набирать в себя влагу. Ну, вот и все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Я полетен.